Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Приветствую вас на рынке Вабану Термы. Он проходит каждую среду в утренние часы на площади Меркату. Площадь Меркату находится сразу за муниципалитетом города, иными словами, сразу за мэрией. Если бы я сегодня отправилась на рынок за покупками, я бы потратила около 200 евро. И первое, что мне сегодня приглянулось, это вот такое платье. Состав вискоза и шерсть. При этом платье стоит 30 евро. Мне отдавали за 25 евро, но уверена, что и вам за 25 евро отдадут. На самом деле, на рынок очень важно приходить рано. Продавцы очень благожелательны к первым покупателям. Есть такая примета, что насколько легко ты продашь свой первый товар, насколько дорог он будет стоить, так и сложатся твои продажи на сегодня. Поэтому эта примета существует. По всей видимости, она работает. Будьте первым покупателем, вам обязательно дадут скидку. Эти платья были в разных цветах. Они потрясающе классно смотрятся. Их можно носить с поясом. И также без. Оба варианта хороши. Место 166, если вам интересно. Искренне рекомендую подобную вещь к покупке. Примерять вещи на рынке очень сложно. Еще сложнее оценить, как ты в них выглядишь, потому что зеркала узкие, как правило, достаточно пыльные. Но, тем не менее, примерка на рынке возможна. Если бы я покупала, я бы выбрала, даже не знаю, все-таки, наверное, белый вариант. Ну, либо белый, либо черный. Хотя и другие очень красивые цвета были представлены. На рынке итальянском, по крайней мере, на севере, где я снимаю на севере Италии, традиционно можно купить очень качественный трикотаж. Он будет качественным. Можно найти 100% натурального волокна. И дизайн действительно выглядит очень современно. Это полупальто мне также понравилось. Оно стоило 113 евро. На рынке его отдают за 49 евро. Оно будет выглядеть очень по-стритстайлерски. Всего за 15 евро мужские свитеры продаются. Я присмотрела себе с высоким горлом, но хотела черного цвета. Черного цвета не было. Я, по всей видимости, слишком поздно пришла. Мне сказали, что уже все распродано. Действительно, большая удача. 100% шерсть всего за 15 евро. Модель будет смотреться из-за того, что она мужская и большого размера немножечко овер. Но именно так, как носит сейчас. Большое разнообразие, я думаю, очень популярных и в этом сезоне трикотажных брюк всего за 20 евро. Рядом лежит так называемый верх. Это может быть водолазка, это может быть просто свитер, своеобразным, либо круглым вырезом. На самом деле, ваш полет фантазии ничем не ограничен. За 40 евро вы сможете составить классный комплект. Следующий лоток также один из моих любимых. Я там покупала себе несколько блуз и очень красивый сарафан летний. И именно здесь часто я открываю какие-то классные итальянские марки. Очень часто это местные бренды. И магазины местные, которые закупаются этими вещами, часто их не распродают. Эти вещи потом оказываются в том числе и на рынке. Такие точки называются stock negocio, иными словами, stock магазина. Здесь сегодня были очень удачные платья. Здесь сегодня девушка приобрела очень классные джинсы. Посмотрите, я попросила разрешение у нее заснять, и она буквально прямо с ними отправилась на кассу. В таких местах действительно нужно обладать опытным глазом, уметь выбирать вещи, не бояться в них разбираться, выбирать, примерять. Посмотрите, я нашла очень классную юбку. Она классно не выглядит, потому что она помятая. Это кожзам. Вещи очень часто висят вплотную друг к другу, и прямо-таки заминаются, несмотря на то, что они повешены. Но очень красивый крой. Юбки из кожзама в этом сезоне очень модные, и практически все размеры были. Эта юбка мне очень понравилась. Она в примерке будет смотреться очень хорошо. Сегодня были также на рынке представлены разные кейпы, накидки, пончо. Все это в моде, все это очень актуально, и, по всей видимости, будет популярно в этом сезоне. И рынок очень быстро реагирует на покупательский запрос. И на рынке, кстати, очень быстро можно увидеть абсолютно все тренды и понять, что в моде в этом сезоне. Кстати, я уже рассказывала, в этом сезоне большое количество пайеток мы увидим в витринах магазинов. И посмотрите, на рынке тоже можно выбрать вещи в пайетках. Мне, например, понравился предыдущий пиджак-пальто. Очень качественно выполнен. Понравилась также эта блуза. Она прекрасно будет смотреться с кожаными брюками, с кожаными леггинсами. Прекрасно будет смотреться с абсолютно любыми их джинсами. Покажу вам крой брюк. Это кожзам. Но брюки, посмотрите, держат форму. Это брюки, которые очень популярны в Италии. Я все время говорю, что они вытеснили брюки, заужающиеся к низу, укороченные. Именно вот такой фасон, слегка расширяющийся к низу, тоже в укороченном варианте. Это очень популярный, любимый итальянками фасон. Большое количество пиджаков за небольшие деньги. На состав ткани нужно смотреть. Но, безусловно, на рынке можно одеться модно. На рынке присутствуют перья, на рынке присутствуют пайетки, на рынках присутствуют в изобилии фиолетовые, также зеленые цвета. И мне сегодня очень понравился, например, этот фиолетовый костюм. Есть пиджак, есть брюки. Можно купить все по отдельности, но вариации костюма. Это будет смотреться, конечно, очень эффектно. И вот такие трикотажные пиджаки, они очень хорошо сходятся. Но трикотаж должен быть очень и очень плотный. Я заметила это, когда делала примерку в магазине Пинку. Там, по всей видимости, часто представлены подобные пиджаки. И для меня эти пиджаки велись интересным открытием. Повторюсь, они очень хорошо садятся. Вот такая блуза. Посмотрите, рукав отделан модными в этом сезоне перьями. Если такую блузу надеть под колючий свитер, свитер не будет колоть, выпустить рукав, чтобы его было видно, и можно получить очень классный модный образ. Также мне очень понравилась эта юбка. Я бы купила себе подобную мини-юбки теплые. Это большая редкость и большая удача встретить подобные. Но мне нужен был бы черный цвет, вот такой синий. Мне прямо-таки пока, во всяком случае, ни к чему. Очень мне понравилось это платье. Вообще, посмотрите, как много модного в этом сезоне желто-зеленого цвета. Его очень сложно описать, охарактеризовать. И были представлены различные худи, также брюки спортивные и платье очень красивого, подобного модного в этом сезоне цвета. На этом лотке вещи не стоят дешево, но это 100% made in Italy. Это местные бренды. И посмотрите, здесь модный в этом сезоне зеленый. Здесь очень удачные блузы-рубашки. Можно купить подобные блузы. Я вам уже показывала по весне. Разгорелась жаркая дискуссия по поводу предстоящего отопительного сезона. И могу сказать, что на рынке действительно можно прямо-таки почувствовать, чем живет город, если уж не целый народ. Продавец, в своей точке зрения, был абсолютно непреклонен. По его тону голоса чувствует. И, между прочим, таким образом он разговаривает с потенциальным покупателем. Но это очень по-итальянски не заискивать перед покупателем. Итальянцы, продавцы, любят свой товар, знают, что они продают, абсолютно объективно оценивают его. И вот такие ситуации, когда, в общем-то, продавец и покупатель не пришли к единой точке зрения, они очень часто могут случиться. Красивый трикотаж. Цены, как вы видите, достаточно высокие. У многих может возникнуть вопрос, зачем за такие деньги покупать на рынке. На самом деле, очень часто только на рынке вы можете встретить вот подобные местные бренды. И если бы их продавали, либо если их продают не на рынке, а в магазине, а все это стоит, безусловно, дороже, потому что продажи в магазинах обходятся дороже. Это аренда, это свет и так далее, и так далее. Это большое количество накладных расходов. Поэтому многие с удовольствием покупают вещи на рынке. Продолжая разговор об отоплении, безусловно, подобные домашние тапочки в этом сезоне будут пользоваться большим спросом. Они, кстати, появились, на мой взгляд, в большем количестве, чем были представлены в прошлом году. Нахожусь на своем любимейшем лотке обуви. Здесь тоже местные производители, здесь также остатки сладкие. Обувь, которую я вам показываю сейчас, это местный производитель. Более того, это прямо-таки производитель, который запустил свою линейку, продаваясь только на рынке. И выпускает очень интересные варианты обуви. Всегда обувь из кавалину и из пони. Мне нравится в особенности. Смотрится такая обувь очень изысканно, очень дорога. Продается, посмотрите, на рынке за небольшие деньги. Погода, которая необычайно теплая в этом сезоне, точнее, для этого сезона в этом году, смешала все карты продавцам. И многие действительно продают еще практически летние вещи. Это касается также обуви. Обычно в этот момент уже очень много представлено зимней обуви. Но пока ее еще не выставляют, просто потому, что на нее пока еще нет спроса. Очень понравилась мне модель этих ботинок, которые представлены в разных цветах. И, кстати, на этом молотке я купила свои серые сапоги в прошлом году. Ну что ж, время почти обеденное. Я уже покидаю рынок и останавливаюсь у цветов. Итальянцы очень любят украшать цветами жилища, также придомовую территорию. И цветы пользуются всегда большим спросом. Могу сказать, что цены не повысились на цветы. Они, можно сказать, вообще не изменились. Сегодня я за 6 евро стала обладательницей прекрасной орхидеи. Некоторые орхидеи стоят на рынке от 10 до 12 евро. В магазине вы найдете, посмотрите, даже цена есть. Подобные же цветы гораздо дороже. Например, те, что стоят 12 евро, в магазине продаются за 14 евро. Либо в питомнике они продаются за 14 евро. И рынок действительно это место, где можно очень выгодно покупать уж не только одежду и обувь, а также цветы, например. Кстати, мне очень нравится также на рынке колготки. Часто выбор больше, а цены гораздо-гораздо ниже. И также, я уже рассказывала, нижнее белье очень достойное также на рынке. И часто это тоже местные производители. Сегодня, кстати, я снова купила себе за 20 евро термобелье, состав кашемир и шелк. Подобная вещь в специализированном фирменном магазине в центре Падуи, например, обошлась бы мне как минимум в два раза дороже. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Спасибо.